Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Георгий Викторович Рогоза, начальник отдела по борьбе с картелями Управления Федеральной Антимонопольной Службы России по Московской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня говорим о том, что такое картели, какую реальную угрозу они составляют. Да, картели составляют действительно большую угрозу. В соответствии с национальным планом развития конкуренции Российской Федерации, на сегодняшний день одной из главных задач нашего управления, так и всей службы, является выявление и пресечение антиконкурентных соглашений, в том числе и картели. Картели, как и иные ограничивающие конкуренцию, соглашения в Московской области представляют реальную угрозу экономике, безопасности экономики, наносит существенный вред бюджету, также являются фактором ведущих к социальной нестабильности. Ограничивающие конкуренции соглашения подрывают не только основы рыночной экономики, но и лишают долгосрочной перспективы конкурентоспособность товаров и услуг и содержат в себе коррупционную составляющую. Ограничивые конкуренции соглашения, включая наиболее распространенный вид, это картели, чаще всего распространены на государственных закупках. Хотя контрольных в сфере закупок у нас сейчас все усиливается, становится больше, к сожалению, нарушений сговоров становится только немного меньше, как в прошлые годы. Если говорить о том, что картельные сговоры происходят, то где чаще всего? Чаще всего, конечно, нашим управлением выявляется в картельных соглашениях, именно в картельных соглашениях, это на торгах, возбуждаются дела, соответственно, сразу же, как только находятся по признакам факта нарушения. Вот в прошлом году мы возбудили 27 дел о картелях на торгах, а в этом году уже возбуждено 21 дело, и это все картели на государственных торгах, то есть сговоры на нужды Московской области. Но все-таки количество подобных сговоров увеличивается за последнее время? Ну, оно не стало увеличиваться, оно, я могу сказать, выявление стало снижаться. Имеют ли признаки картели на аукционах, где мы как бы пока еще не доказали, ну, можно сказать, что нет. Ну, возможны разные факты, тем более, что экономическая ситуация меняется. Вот и бизнес стали вести в чистую? Возможно, возможно, государственный заказчик начал более тщательнее подходить к отборам аукционов и более тщательнее устанавливать цену, где, возможно, стоит уже оптимальную цену, и там, ну, не может произойти с ним значительного снижения, и поэтому торги проходят практически оптимально. А можем мы сегодня говорить о конкретных примерах, о конкретных делах, которые были выявлены в этом году? Да, именно вот хотелось бы сказать, что у нас именно вот самые распространенные, это две сферы, в которых больше всего выявляются картели. Это у нас, ну, первое – это строительство, особенно дорог. Для примера было большое дело возбуждено в прошлом году, но полностью расследовано в этом году и вынесено решение. Там участниками, виновными признаны четыре компании. Там не только строительство дорог, но и капитальное строительство, ну, можно сказать, общее строительство. Общая сумма МСС составила начальной максимальной цены контрактов, эффект, которых мы выявили, около 375 миллионов рублей. И самое главное, что по данным Росфинмониторинга, эти аукционы состояли в национальных проектах образования и культуры. То есть это вот те проекты, которые утверждены нашим президентом, являются сейчас первоочередными, вот на них тоже даже происходит картель. Так как это области, на которые нацелено внимание всех ведомств, не только нашего, но и прокуратуры, и МВД, и в связи с тем, что здесь 375 миллионов, то есть были нами усматривались признаки преступления 178-й статьи Уголовного кодекса, и мы перенаправили эти материалы в ФСБ по городу Москве и Московской области. Вот если говорить об ответственности, что ждет, в общем-то, фигурантов дела? Ну, ответственность, конечно же, предусмотрена, естественно, за любое нарушение в нашем законодательстве, также предусмотрена и административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Значит, за картельное соглашение, это предусмотрено, ответственность статьей 1432, там штраф доходит от 10 до 50% от суммы всех выявленных картелей. В этом году мы уже возбудили 60 административных дел, вынесли 70 постановлений на общую сумму 63 миллиона рублей, поступило уже 21 миллиона рублей в виде штрафов. Вот, также предусмотрена ответственность уголовная. Это если мы выявляем сумму всех заключенных контрактов более 50 миллионов рублей, и это уже карается 178 статьей Уголовного кодекса, где предусмотрены не только штрафы, но и лишение свободы от 3 до 6 лет. Ответственность действительно серьезная, и вы сказали о том, что есть две сферы, где наиболее часто возникают картели, одна это строительство, а вторая? А вторая – это поставка медицинских препаратов, медицинского оборудования. Также нами в этом году возбуждены ряд дел по медицинским товарам, все эти дела в сумме охватывают около более 200 аукционов, и где-то сумма на полтора миллиарда рублей. Сейчас все это рассматривается, пока на рассмотрении, но обязательно будут вынести на решение, все это придет к логическому концу, что мы признаем, докажем картели. Вообще сложно ли выявлять подобные дела, и самое главное – доказывать их, собирать доказательную базу? Конечно, в последнее время становится все сложнее и сложнее, потому что развиваемся не только мы, но и, так скажем, наши оппоненты. Они видят, как мы работаем, поэтому они понимают, как нужно делать так, чтобы мы их не нашли. Ну, мы тоже не стоим на месте, мы очень много сейчас переходим на цифровые технологии, обращаемся вот в эту цифровизацию, так скажем. Большую помощь оказывают правоохранительные органы, созданы многие рабочие группы, прокуратура Московской области очень хорошо помогает нам, ФСБ по Москве и Московской области также предоставляет помощь и некоторые сведения. Вот, поэтому, если бы мы работали вместе, конечно, было бы тяжело, но когда при взаимодействии с нашими коллегами, то уже проще и больше вероятности выявить картели и найти доказательства. Насколько результативным был этот год касаемо вашего дела и вашей деятельности? Ну, год еще не закончился, вот, поэтому, ну, надеемся, ну, мы, что сказать, надеемся на высокие показатели, но это плохо, потому что это значит, будет больше и больше нарушений. Мы надеемся, что лучше мы будем находить меньше и видеть то, что бизнес идет честно. Люди поняли, что лучше конкурировать, чем сговариваться. Организация любой монополии, самое главное нарушение в экономике, оно будет жестко караться и будет обязательно выявлено. Поэтому надежда только на это, а не на высокие показатели. Тут ничего не утаишь. Да. Очень сложно это сделать, но, тем не менее, какие сегодня задачи стоят перед вашим отделом? Перед нашим отделом стоят, ну, во-первых, как и с начала года. Это была единственная задача, это проконтролировать рост цен и наличие необходимых лекарств и масок в рознице, чтобы это все было доступно для населения. Но мы считаем, что в первой части года мы с этим справились. Мы провели 11 выездных проверок. Они не были направлены на поиск картелей. Мы их и не нашли, в принципе, а это только из-за предупредительной части. То есть предупредить, что мы постоянно на контроле и мы уже стоим около вас. И вот не надо повышать цены и не надо что-то скрывать там под прилавками, торговать там еще как-то. Ну, нам показалось, мы это сделали. Как это показалось нашим жителям Московской области, не знаю. Ну, нам пока не писали жалобы. Вот, поэтому и планы на этот год и на будущее. Это, опять же, первая задача – это пытаться в это тяжелое экономическое положение контролировать цены, что нам нужно, а мы постоянно это делаем. И дальше продолжать, да, доносить до людей, скорее всего, не просто возбуждать дела, а донести то, что, поверьте, в то, что при борьбе на рынке между собой как конкурентами вы получите больше выгоды, чем когда вы сговоритесь. И мы не стремимся покарать, мы стремимся донести то, что конкуренция – это хорошо, это вам во благо будет. Ну, благодаря конкуренции бизнесы развиваются. Мы очень этого хотим и верим в это. Некоторые думают, что бизнес развивается по-другому. Но должен развиваться только благодаря конкуренции. Ну, просто очень жаль терять огромную часть прибыли после того, как вот такие факты устанавливаются, дела раскрываются, и, безусловно, те штрафные санкции, ответственность, она, наверное, все-таки стоит гораздо дороже. Активно этим заниматься мы начали 8 лет назад. Срок давности у нас сейчас пока по законодательству привлечение 3 года. То есть уже можно понять, что все уже должны были быть в курсе, что с ними будет, если будут заключены соглашения на госконтрактах и госторгах, и что будет за то, что вас поймают. То есть достаточный срок уже. По-моему, все, кто хотели, это уже поняли. Ну, может, кто-то, кто приехал из другого региона. У нас, кстати, вот сейчас уже хотелось бы сказать, что дела возбуждаются не только у участников по Москве и Московской области у нас, а уже из Орла, Липецка, Тюмени, Санкт-Петербурга. Почему-то география, с чем вы связываете такое расширение географии? Ну, скорее всего, это расширение географии из-за того, что наш бизнес наконец-то выходит из своих маленьких границ городских, уже распространяется в регионы, на всю страну. То есть это, в принципе, хорошо, когда люди из других регионов не боятся предложить свой конкурентно способный товар в другие регионы. Но только не путем картельных сговоров. Ведем честную игру, и тогда все в плюсе. Да, все в плюсе. Никакого урона Московской области, никаких экономических потерь и никакой ответственности. Да. На законодательном уровне. Спасибо большое за интересную беседу. Да, нет что. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.